Привет, друзья, привет, подписчики! С вами Михаил. Сегодня я начал дома, потому что я сейчас приготовлю поесть, потом поем, потом мы с вами куда-нибудь поедем. И у нас очень, очень, просто очень жарко. Я вот сейчас только одел футболку для того, чтобы записать видео. Так я сижу, естественно, без неё. И у меня есть магнит-суары. Это полотенчик, это, так сказать, колл-тауэр, полотенце, которое мочишь в холодной воде. Вот там вот так вот сидишь просто и офигеваешь от жары. И ещё у меня есть один друг, это вентилятор. Вот, он всегда со мной, это прям мой постоянный друг дома. То есть, когда я где сижу, пересаживаюсь там, не знаю, с дивана на стул, я переставляю обязательно вентилятор. Или если куда-то перехожу в другую часть комнаты, например, на кухню, я тоже его включаю, и он работает здесь. Даже я его в туалет с собой иногда беру. Спросит, почему не жгу кондиционер, потому что, потому что дорого, дорого же здесь, если я кондиционер, месяц полной такой работы, хороший кондиционер, выйдет где-то, ну, наверное, в юаней 600. Вот, а при экономном использовании электричества и сидения с вентилятором, уходит где-то юаней 300. То есть, в два раза дешевле. Жарко. Ну, организм, конечно, перестраивается к жаре рано или поздно. То есть, когда я приехал сюда три года назад, я потел гораздо-гораздо больше. Да, вот такая неприятная тема. Но с годами жизни в Азии ты научишься, научишься, научаешься. Твой организм, короче, привыкает к тому, что ты уже не так сильно хочешь в душ, не так хочешь сильно мыться. И второй момент, я моюсь два раза в день обычно, это когда прихожу с улицы, и второе перед сном или утром. Ладно, я буду есть. А, что у меня на обед? Могу показать. Смотрите. Узнаете, что это такое? Правильно, это гречка. И сейчас еще будет курица с чем-то, с овощами. Ну, с чем-то, короче, будет курица. Вот, делаю. И буду есть все это. Сейчас только сказал вам про кондиционер, как зашел мой сосед, Михаил, тоже, вот, дал мне 200 юаней для того, чтобы я их занес в домоуправляющий. Написал я о том, чтобы закинул ему деньги на электричество. Вот, тоже достаточно-таки быстро заканчивается. Ну, и сейчас думал, про что вообще снимать сегодня видео. Снимать блог, посмотрел чуть-чуть другие видосики. Просто с вами прокатился по городу, расскажу про некоторые бытовые жизнь, аспекты. Заговорился, короче. В общем, поедем по городу кататься. Ну, вот, друзья, сегодня просто буду рассказывать вам про различные бытовые моменты, которые здесь есть. Вот, например, шлем. Шлемы с 20-го, хотя не с 20-го. 1-го июля надо носить обязательно. То есть, в Китае сейчас вводится программа шлем и ремень, то есть, для того, чтобы все ездили в шлемах и все ездили пристегнуты ремнем. Да, вы не ошиблись, сейчас у нас 2020 год, но многие в Китае ездят без шлема и без ремня. И возрос спрос на каски до такой степени, что государство даже вмешалось в регулирование цены и сказали, чтобы цены не завышали, потому что цены на шлемы выросли в разы. Например, мой шлем стоил 50 юаней, а до этого я покупал еще каску, она стоила вообще 20 юаней. То есть, сейчас они стоят под 100 и цены... Ну, как сказали, чтобы снизили, вообще они пропали с продаж. Поэтому, когда я буду уходить, я ее буду забирать. Я ее обычно... Вот так вот оставляю здесь, но это сейчас делать нежелательно, потому что могут банально свистнуть, поэтому придется ее брать с собой. А так обычно там приедешь куда-нибудь, бросишь ее, никто не берет. Вот и большой шлем у меня тоже был такой мотоциклетный. Тоже его никто никогда не брал. Вот я его просто оставлял. Но он и сейчас есть, кстати, никуда не прав. Что сейчас сделать-то надо? Сейчас я, наверное, поеду на заправку, потому что бензина уже мало. Бензин, кстати, у нас подорожал. Стоил теперь он где-то 7 юаней, 6,60. Вот, то есть, как это было раньше, до коронавируса, вот это минус прям. И на заправках надо показывать паспорта. Тоже очень неудобно. То есть, а ты берешь телефон, на нем открываешь картинку паспорта и показываешь вот так. То есть, геморрой. И вот, кстати, по-моему, байку. Сейчас покажу вам отдельно. А то мы все на нем ездим и никак его не покажу. Вот это вот не рисунок, это облезла краской. Но я ничего с ним не делаю. Вот здесь вот мутное тоже, это от солнца все выгорело. Это я тоже ничего не делаю. Потом, что тут шлем, свечной ключ вот здесь лежит, непонятно зачем. Камни какие-то, то есть, всякое барахло. И здесь телефон я обычно храню. Иногда забываю его. Также вот маски, на всякий случай, как пропуск вдруг что. Потом, тут вот сидушка. У меня он крайне рваный весь, поэтому приходится одевать сидушку. И внутри вода, но без воды. Перчатки, когда едешь на солнце, жарко, потом чехол от дождя и всякие шланги, ну и прочая ерунда. Шланг, ключ, пассатижи. Вот. Это ничего не закрывается. То есть, все вот так вот стоит открыто, замок у меня сломанный. Поэтому так вот. Ну и сам байк уже такой весь прям очень-очень-очень древний. Но я убрал за, получается, 230 долларов. Вот ее на тот момент был новый. Ну сейчас он где-то стоит, наверное, 600 максимум может быть. То есть, брал за полторы, сейчас, наверное, 600. Но сейчас вообще упал резко спрос на байки, потому что многие уехали, свои байки перепродавали. И их, получается, переизбыток на рынке. Вот. Это у меня царапины после аварии. Ладно. Будем двигаться на заправку. Зашибись, я заправился. Вот все закрыто. Понятно почему, но стоят столбики и палки. Но у меня, по крайней мере, так и проверяем. Ничего не видно. Не видно, короче, тут есть еще бензин, поэтому поеду. Нифига я не заправился, поэтому остановлюсь здесь неподалеку от заправки. Далеко не поеду, так как у меня немного бензина, но есть, но немного. Вот. И ближайшие заправки находятся в километрах шести, наверное, от этого места. То есть смысла туда ехать нет. Тем более, сейчас будет увеличение трафика. То есть время у нас сейчас пять вечера. Вот. Как раз будет больше машин. О чем хотел с вами поговорить? Во-первых, о том, что будет дальше с контентом, с видео после того, как закончится 30-дневный марафон. После этого я хочу уделить больше времени роликам и снять сценарий роликов пять-шесть именно о городе, но, но с не просто моей болтовнёй, вот, а именно поснимать, поездить. Думаю, будет круто. Вот есть несколько идей и как-то надо становиться взрослее, что ли, для того, чтобы контент был покруче. Вот. Поэтому буду работать дальше. Сейчас уж начинаю постепенно снимать, обдумывать, писать сценарии, делать так, что будут крутые видео и после того, как закончится 30-дневный марафон. Посмотрите, как красиво. Вон дома, деревья. И, друзья, пока ехал, мысль тут прям в голову стрельнула, решил остановиться, рассказать. Вот еще каждодневное ведение блогов мне, наверное, помогло так вот собраться. Потому что раньше, как все это снималось, то есть я что-то поснимал, посидел, помонтировал, не понравилось, все удалил. Вот. А сейчас каждый день ты понимаешь, что вечером в 11.00 ты должен выложить видео. Ну, там по московскому времени в 6 вечера, тут в 11.00. Поэтому каждый день я встаю, начинаю думать про видео, про то, что вам показать, рассказать, и начинаешь двигаться, делать что-то. Пусть, пусть это получается не так прям вау, качественно, потому что я все делаю один, но тем не менее, стараюсь, стараюсь, я думаю, качество видео выросло. Если вы так считаете, то напишите об этом в комментариях. И благодарен каждому подписчику, который смотрит видео прям сразу, это прям самое ценное, потому что, потому что если вы смотрите сразу, значит вам это нравится. И я мотивируюсь делать дальше, потому что делаю все это, опять же, для вас. Поэтому будут для вас еще такие большие фильмы и видеопроекты, так что обязательно смотрите, никуда не уходите, не отписывайтесь. Болтун я такой, так, что сейчас по планам-то? Хочу купить воды, вот, потому что тоже хочу пить. Дунхай приехал, тут посылки привезли. Охота какой-нибудь водички взять вкусненькой. Давай, даже не знаю, какую. О, вот эту я прошлый раз пил, но она была теплая. Сейчас посмотрим, как будет холодной по вкусу, который вот, ноу-презерватив. То есть, сегодня не так жарко, вот как обычно. И сейчас по городу у нас тут стали чаще стоять полицейские. Классная. Прям энергетик напоминает, вообще клевая. Чаще стоят полицейские, проверяют на алкоголь, то есть, подъезжаешь, дышишь трубку, вот, и проверяют, есть алкоголь в крови или нет. Если есть, то ждут прям вообще самые неприятные последствия, вплоть до трех месяцев заключения под стражей. Вот, а там крайне-крайне неприятно. Помню, обещал рассказать про китайскую тюрьму, не знаю, соберусь с мыслями, но, в общем, это попозже. Сейчас у нас здесь в городе приливы, наконец-то, потому что до этого были отливы, и ходить на море было достаточно трудно. То есть, я тут недавно ходил, нога до сих пор содранная, вот. Вчера, кстати, ходил на море, был штиль, и вообще идеальнейшая прозрачность воды, вот, можете посмотреть немножко кадры того, как там было. То есть, по-моему, даже лучше, чем я до этого снимал видео с моря. Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, друзья, поеду монтирую и выкладывать. Всем отличного настроения, спасибо, что смотрели. Кто не подписан, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. Кто подписан, ставьте лайк. Кто не подписан, тоже ставьте лайк. И пишите ваши комментарии, знаете, на какую тему. Я же всегда прошу что-то написать о том, что вы хотите увидеть в больших видео. Сейчас я рассказываю как-то более-менее поверхностно, а тут уже надо будет углубиться и рассказать подробнее. То есть, у нас 10 дней осталось марафонов, поэтому надо, надо, надо уже готовить сценарий для последующих видео и напишите ваши видения вообще, что вы хотите видеть. Ну, как идея у меня было это рассказать про жизнь китайской семьи, прям вот подробно. потом про то, как здесь живут мигранты, то есть, тоже более подробно рассказать, там интервью взять у них, вот, чтобы вам было все понятно. И, соответственно, ваши предложения озвучивайте в комментариях. С вами был Миша. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok